Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. После очередного обновления операционной системы Windows 10 программа VMWare перестала запускаться. Выдавая следующую ошибку. Это произошло из-за изменений в защите учетных записей. Далее в видео мы детально рассмотрим проблему и как ее решить. Проблема при запуске возникает начиная с версии программы 12.5. Причиной тому стала защита учетных записей и для того чтобы виртуальная машина снова запускалась нужно отключить эту защиту. Чтобы отключить защиту нужно открыть редактор локальной групповой политики. Для этого нажимаем сочетание клавиш Windows Plus R и в окне «Выполнить» вводим следующую команду gpedit.msc. В открывшемся окне редактора ищем раздел «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Система». В этом разделе ищем папку Device Guard. В папке находятся два элемента. Открываем «Включить средства обеспечения безопасности на основе виртуализации». В открывшемся окне слева будет три пункта. Отметьте пункт «Отключено» и нажмите «Ок». Работа с редактором закончена. Следующий шаг «Отключение компонентов». Открываем панель управления. Программы и компоненты. Включение или отключение компонентов Windows. Здесь ищем Hyper-V. Если напротив него установлена отметка, снимаем ее и жмем «Ок». Компьютер пока что не перезагружаем. Перед перезагрузкой нужно ввести еще несколько команд в командной строке. Запускаем командную строку от имени администратора. Для этого в строке поиска пишем cmd и запускаем ее от имени администратора. Вводим следующие команды. Список команд будет под видео в описании. После ввода команд перезагружаем компьютер и запускаем виртуальную машину. После внесенных изменений, она должна запуститься и никакой ошибки не будет. Если ошибка никуда не исчезла, попробуйте отключить средства обеспечения безопасности на основе виртуализации и Credential Guard в защитнике Windows. Откройте редактор реестра. Для этого нажимаем Windows Plus R и в окне выполнить пишем RecEdit. Сначала выключаем средства обеспечения безопасности на основе виртуализации. Для этого в редакторе реестра переходим по следующему пути. Здесь создаем новый параметр с таким именем. И чтобы отключить этот компонент присваиваем ему значение 0 и присваиваем ему значение 0. Для отключения Credential Guard в защитнике Windows открываем следующий раздел реестра. И здесь также создаем новый параметр DWORD с таким именем. И чтобы отключить этот компонент присваиваем ему значение 0. После этого перезагружаем компьютер и проверяем работу программы. Теперь вы знаете как исправить ошибку при запуске VMware. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло вам решить данную проблему. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.